друзья всем привет в очередной раз доброе утро потихонечку мы добираемся уже ближе к концу наша тренировочная неделя усталость накапливается поэтому сегодня будем работать вообще без какого либо оборудования ничего не повесил сюда сегодня нас мом отжимания не с головой но не прогрессирующий с добавлением количества повторов а по пять раз каждую минуту и стараться нужно будет добраться как можно дальше то есть поработать как можно больше минут между тем уже следующая минута подошла поставьте уже руки сразу чувствую как трицепс больше включится сейчас попробую пошиве поставить что мы еще сегодня будем делать мы сегодня сделаем с вами мосты от простого перейдем более сложным походим на стену мостами потом поджимаемся от пола и снова качнем пресс куда же без него в общем напоминаю что это а на этой неделе получается заключительная тренировка для тех кто работает через день те кто идут чисто по тренировкам которые я показываю из этого зала для тех это заключительная практически заключение тренировка потому что будет одна тренировка на этот отдых активный растяжка следующий да силы уже не те что в понедельник чувствуется уже передняя дельта больше нагружается но как раз этот день отдыха растяжка причем тянуться будем не только тянуть низ но и вверх потянем а растяжка всегда снимает крепатуру и позволяет быстрее и лучше восстанавливаться как быстро время идет вот уже следующая минутка на подходе ты посмотри я же напоминаю что в полминуты работы полминуты отдых получается вот так вот этому я напоминаю что у меня есть видео про отжимание там называется как отжиматься вниз головой научиться отжиматься вниз головой безопасно и там разложено все по уровню как дойти до пятого уровня из десяти это отжимание строгий вниз голову поэтому вы можете любой из предыдущих вариантов которые перед пятым уровнем будут выполнять по той же схеме еще следующий а Тяжело, тяжело ходит. Наверное, буду сейчас разбивать. Три плюс два попробую. Постарался подержаться как можно дольше от брока, но уже дальше, видимо, сильно не те, чтобы делать не разбиваясь. Надо то, что называется. Но надо посчитать секунд. Ну еще выше. Успел на следующую минуту. Попробую, сколько сделаем в следующий раз. Вдыхание перехватило. Трицепсы отключаются. Кстати, надо начать. И это все. Я сбился. Вот и время. Я сбился, ребят, с подсчета, сколько минут я поработал. Сейчас пока пять минут буду отдыхать, пересчитаю сколько раз сделал. Но это было совсем не просто. Видео, которое я записал первый день, там где отжимался из-за стены, тоже вылезли ошибки. Я увидел, что я слишком сильно прогибаюсь. Для этого нужно укреплять пресс поясницы, чтобы быть более ровным. И буду манипулировать, оттачивать технику, шлифовать, чтобы меньше был прогиб и как можно оптимальнее было движение. Но пока получается так, но мы же для того и начали тренироваться, чтобы становиться лучше и сильнее с каждым днем. Поэтому вот я видео пишу, вижу свои ошибки. Если вы видите какие-то дополнительные ошибки, пожалуйста, пишите. Я к критике, скажем так, к грамотной критике отношусь очень уважительно и обощительно. Потому что иногда некоторые вещи ты сам теряешь из поля зрения. Когда умный человек подскажет, посоветует какие-то моменты определенные, становится лучше. Постановку рук тоже будете пробовать шире, уже. И пока я касаюсь луком, но во многих вариантах встречался, что ребята касаются макушкой и показывают больше, лучшие результаты. Но я стрять головой боюсь в землю. Мне это не нужно. Как мы договаривались, мы отжимаемся безопасно, используя эту технику под свой ребенка. Быстро, легенькое касание и сразу возвращаешься назад. 5 минут отдых. Сейчас будем снова включаться. Я пока посчитаю, сколько сделал. Посчитал повторы. Посчитал время в записи. Посмотрел. 6 раундов, я кажется, сделал. Это 30 повторов. Один повтор на седьмой минуте. Ну, я всегда так и стараюсь, ребята, выходить за 30 повторов. И в эмоме прогрессирующем, когда добавляю по плюс одному, я всегда сумму потом перебиваю. И смотрю, чтобы было хотя бы больше 30 повторов отжиманий вниз головой. Конечно, я уже сказал, потому что технику нужно оптимизировать. Но еще и длина конечностей, амплитуда очень большая получается. Зато потом, если где-то встречаются у нас жимы, либо так, либо так, либо швунги, очень хорошо идет дожим. Так, а теперь у нас на очереди, ребята, мосты. Носки я снял для того, чтобы хорошая цепкость была с пола. Но я начну с самого простого варианта, потому что мне эти мышцы все тоже нужно разминать, разогревать. Вот, ложимся, руки на груди и стараемся толкнуть таз можно выше. Сделаем сейчас 30 повторов. Вдох. 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 Нужно стараться максимально прогнуться, эту дугу сделать. Вдох. Девочки, да окончания грядится, мы так разминаем поясницу. ой вспомнил про девочек куда не волосы начали сушить так смотрите следующее что мы будем делать это мост с головы поэтому сейчас руки уже нужно хорошенько растянуть растягиваем таким движением немножечко больше потянуть плечи и массы сейчас делаем с головы в количестве 5-10 раз так чтобы не забил не забиваться слишком сильно располагаемся руки саду под плечи так получилось конечно много могут написать что это вредное упражнение мосты прогибаться в обратную сторону вредно но посмотрите видео я делал у моста мосты это в воприке противоречивым или скажем так контр-атакующему мнению о том что это вредно я скажу что это очень полезная штука у меня со спиной вопрос и вопрос большой все это могут они дойдут но тем не менее мастер и дело несмотря ни на что и после них после них и после гиперэкстензии мне значительно становится легче и могу тренироваться полноценно травма я получил можно сказать по обоюдной вине моей и другого человека придавила я уже рассказывал как-то в ролике придавила нажиме лежа я спасал без разминки снял штангу 150 килограмм и потянул поясницу будь бы я размятый либо проявил предосторожность поставить двух людей по сторонам от которых отказался джимовик этого бы не было но с тех пор меня все время жарит поясничка но ребята без этого не бывает так что все ровненько было если вы не тренируетесь по этой программе по этой программе риск получения травм сведен к минимуму просто к минимуму потому что я ее делал так чтобы сначала предварительно подготовил ролики еще раз напоминаю про каждое упражнение от самого простого как мы только что делали первый вариант мостов до самого сложного и вы уже сами смотрите на что вы способны часть немножечко поделы мосты на стене перед тем как перейти к мостам если равняться на книгу половой это это перевернутый получается вариант я сначала делаю упражнение более сложно потом буду делать более легкой но на контрасте меня на мост получается лучше и прогибать лучше сделаешь шагающие мосты по стене если же у меня даже примерно есть маркерная точка где ставим я ставлю всегда в оранжевую зону а в красной зоне стараться заведеть пелианная точка гип 기자 Skyrim но не забыл бы здесь перейти ею ткань пиротhow с той же дл 가족 с dagnes по дороге Далее будут отжимания, но вот сейчас уже, когда даже руку завожу назад, чувствуется, что плечи кровью крепко налились, благодаря предыдущему умничку. Фух, ну что ж, давайте еще раз его пробуем уже назад теперь вернуться. Хорошее упражнение, просто шикарно. Я не планирую останавливаться только на этих элементах, я хочу научиться делать и фляг, и сайта назад, потому что, ну, всю жизнь мне хотелось это сделать. Я сейчас нашел способ, по которому можно постепенно, обращая внимание, постепенно прогрессировать и прийти к желаемому результату. Давайте чуть-чуть ближе, чтобы мозг был арт по-более ярко выражен. Стена скользкая. Стена скользкая. Стена скользкая. Фух. Круто. А так, если несколько раз туда и назад, это уже совсем другая работа. Это будет тяжело. И вот видите, снова пошел пот. Я с вами общаюсь, конечно, когда видео не пишется, интенсивность немножко выше, потому что, когда разговариваешь, нет возможности полноценно восстановить дыхание. Об этом я в предыдущем видео говорил, что никакие телефоны, кстати, забыл, кстати, опять выключить, никакие телефоны, ничего не должно отвлекать. Потому что после подхода вы должны максимальное количество времени, максимально сосредоточить на том, чтобы за минимальное количество времени восстановить дыхание. И таким образом у вас будет более высокая интенсивность, более результативная тренировка. Поэтому и растянутые, я хотел бы полчаса видео делать, но есть это 40-минутные, потому что даже без разминки, но это все из-за разговоров. Давайте 10 мастов попробуем сделать уже полноценные. Поехали! 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 Расскажите любому ребенку, который занимается физкультурой и который, а еще раз лучше занимается гимнастикой делать 10 мостов, он их сделает, даже не заметит. А когда уже вес 80 и гибкость близка к нулю, эти мосты, это, конечно, совсем другая работа, совсем другая нагрузка. Но, ребята, смотрите, сразу после подхода я не занимаюсь позерством, но я вырвался. Сразу у меня осанка становится лучше. Я, кстати, если бы знал об этих мостах раньше, я бы их делал регулярно, чтобы не сутулиться, потому что вот эта проблема у меня на приседе с тех пор, когда я только пошел на секцию бокса, все время вот такой. И чем больше я гружусь, тем больше меня скручивает вперед. А это упражнение, ну, естественно, страдает гимнастикой автоматической спины, а от него тянется уже и вниз, и вверх, и приходится к мануальщикам ездить. А это упражнение, вот как недавно описал видео тренировок пола вейда, вот это упражнение я ввел сразу, моментально. Мне не надо много было убеждений от автора, чтобы ввести сразу моментально в тренировочный свой процесс. Я ввел, и вообще не жалею, упражнение кайфовало. Давайте еще раз сделаем, подходим. Развывайся дальше. Пол немножко сконзит. Приходится поправлять, словно я поможу. Приходится. Тянутся хорошо плечи, но уже и ты. Трицепс отключается. Вы знаете, получается, что Хорошо по седьмому сразу растягивается плечо. Я сейчас попробовал сделать, как вы видели, немножечко медленнее повторение, Чтобы больше мышцы прочувствовать, больше их проработать. И я вам скажу, уже когда седьмой, восстой повтор делал, думал, какие еще сегодня отжимания, какие отжимания. Так это только второе задание на сегодня. Поэтому вот четыре упражнения, найдет их выше крыши, при правильном выполнении. Их достаточно, поверьте, ребят. Мне уже сейчас хочется сказать, давайте не делать третий подход и перейдем к отжиманиям. Потому что с отжиманиями будет тяжело. Кстати, не нужно очень жестко придерживаться, если вы выбрали тренироваться каждый день, то прям вот упереться в стену лом и каждый день грузиться. Не нужно. Чувствуйте, что пошла перегрузка. А на это много факторов, скажем так, вы можете оценить свое состояние. Учащенный пульс или учащается с каждым днем. Либо же у вас забиты очень мышцы, у вас тянут связки, все сильно, и растяжки не помогают, и разминки не помогают. Дайте день отдыха. Ничего в этом страшного нет. Вы же тренируетесь на длительную, очень длительную перспективу. Чтобы быть здоровым и прогрессировать, нужно отдыхать. Отдых незаменимая. Часть тренировочного процесса. Но я тут разговаривался, мне даже, кстати, на работу, что я пишу видео, я буду чуть больше восстановиться. В противном случае, это вообще очень тяжелая задачка. Давайте еще десяточек. Попробуем строить красивый сейчас, красивый мост. Попробуем строить красивый. Попробуем строить красивый. Друзья, кто испытывает сложности в растяжении кистей, на взятиях кисти плохо подворачивается, начинают сочинять какие-то упражнения, какие-то элементы, с палочкой выкручиваем, вот мост у меня при всей моей хорошей гибкости, в суставах я руки аномально могу подворачивать хорошо, так вот здесь даже у меня запястья сейчас, я чувствую, хорошенько порастягивались. Так, далее у нас на очереди, ребята, три подхода отжиманий, три подхода классических отжиманий от пола, делали будем их медленно, с паузой небольшой внизу, три по максимуму, посмотрим, что из этого получится, но я возьму трехминутную паузу небольшую. Так, ребята, будем отжиматься, время уже сегодня тоже поджимает, стараемся держать темп по тренировке, а движения мы планы не имеем. Держим планочку ноги, напоминаем, стоп вместе. 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 Право уже даже не вставляется до конца чувствую. Минуту отдыхаем. Кстати, здесь забыл сказать, здесь именно минутный отдых, чтобы не растягивать это упражнение. Мы минуту отдыхаем, полную минуту между подходами и снова начинаем выполнять. Конечно, будет ломообразно падать катастрофическим количеством приседаний. Приседаний, приседаний, уже голова, извините, не соображает, что перенапрягся. Количество отжиманий будет падать, но это нормально, можно максимум работать. Вот она и минутка прошла. Стоп вместе, желательно по центру тела. Пресс держим. 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 вот даже увидел они идут снять с пола тяжело просто получается что мост он отчасти ведет в данной связке как упражнение плоды когда делается то есть грудь в мостах очень сильно растянулась нагрузиться 30 и растянулась грудь и теперь идет бешеный пан нагоняется до кровь и на менять я вам скажу совсем нехило заливая шикотка началась трицепсы еще и дадите не поработать не подходит у вас хорошо снова жарко давайте еще мысль забралась хотя бы десяточек сделать но это недалеко от правды так и есть уже очень тяжело но виде растаял блин позабыл а а и и и и и и Вот это мощностные отжимания. Видите, тело ищет любой способ, дабы облегчить себе работу ноги, автоматически как-то раскинуть. Снова 2-3 минутки отдыха и делаем пресс. Итак, ребята, пресс, мы уже с вами делали подъемы ног в висе, мы уже с вами делали упражнение чай за бронз на хруст. Теперь сделаем одновременно гульпировку корпуса на следующей корени. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сделаем три подхода. Я первый стараюсь 35, второй 25-30 и третий 20-25. Повторение. Упражнение очень классное. Шикарно прорабатывает и верхнюю и нижнюю область, прямо в мышце живота. И схема там. Делаем подход, минута отдыха, стараемся максимально восстановить дыхание за это время. Для этого стараемся вот либо так, либо, возможно, даже так, раскрыть грунтную клеточку для того, чтобы больше пришло кислорода, и мы смогли сделать то количество, которое было намечено. Пресс, как вы видите, грузится каждый день, потому что много пресса не бывает. Три, два, один. Три, два, один. Три, два, один. Дыхание восстанавливать. Но я стараюсь уходить как можно ближе к полу, но тем не менее, получается так, что когда слишком завалишься, уже оттуда вылезти очень тяжело. Сейчас полминутки и заключительный подход на сегодня. У вас еще ждет, ребята, растяжка, порастягивайтесь. Единственное, что получается, что растяжку выложу седьмым тренировочным днем, поэтому пока просто потяните плечи. Я уже показывал, как это делать. Расслабьте пресс, сделайте растягивающие элементы на ноги, а потом, как я растягиваюсь, я вам обязательно седьмым днем покажу. Ну что ж, огонь. Расслабьте пресс. Расслабьте пресс. Расслабьте пресс. стараться стараемся группироваться в этом движении можно сильнее чтобы пресс максимально работал делаем все на выдохе на сегодня все кто тренируется по схеме через день ждите 7 тренируется каждый день до встречи со мной завтра пока